Вообще кто-нибудь знает эти три слова? Холократия, метрики, ценности. Вообще понимаете, о чем это речь идет? Нет? Один человек, потрясающе двое. На самом деле там, когда раскрываешь тезисы доклада на сайте Bittrex, там в целом указано, из чего состоит счастье сотрудников, почему счастливые сотрудники делают счастливыми клиентов. Я сейчас попробую про это рассказать, и про холократию в целом. Давайте начнем с первого такого блока. Вот таким образом выглядит структура компании, когда она является холократической. Всем более-менее понятно. Там, наверное, не сильно крупно видно, да? Но я попробую на этом показывать. Вот таким образом называются, скажем так, отделы, либо круги. Самое главное название в холократии – это круг. Вот есть круг сервиса, есть круг разработки, есть какие-то вложенные круги, якорный круг. То есть структура компании абсолютно плоская. Это не то, к чему все привыкли. То есть это не так, как мы привыкли рисовать. Там генеральный директор, там директор по продажам. Ну и такая линейная структура, есть какой-то определенный карьерный рост. У холократии таких вещей, например, нет. Но давайте, наверное, чтобы вас сильно не грузить в холократии, я сделаю такую вещь. Всегда классно подходить к чему-то с точки зрения оценки плюсов и минусов по холократии. Вот такая картинка знакома вам всем? Нет, наверняка видели ее в интернете. Одним из признаков холократии является такая вещь, что в компании нет начальников. То есть вообще в принципе нет в компании начальников никого. То есть таких людей не существует. То есть там вот то, что мы видим здесь с вами на картинке, этого нет. То есть видите, один человек стоит, наблюдает, еще двое смотрят, подсказывает, по факту работает один. Мы все на самом деле видели, особенно в крупных компаниях, такую историю. То есть есть менеджер, есть с менеджером еще менеджер, главный менеджер, генеральный менеджер. Ну и так вверх по структуре у нас идет. В холократии таких вещей нет. Это огромный плюс с точки зрения экономики. То есть у нас, хотя в компании 150 человек, нет никого, кто бы выполнял именно роль менеджера. Дальше. Плюс такой. Вот это, кстати, такая фотография. Это девушка за большой глыбой льда Байкала. То есть на Байкале такой лед, что он до такой степени протарочен, что очень хорошо видно. И наверху такие вот умные слова. Это как раз таки то, что говорит про круг. Помните, давайте вернусь. Вот есть, например, круг сервиса. Мы обслуживаем клиентов. И у них есть определенная цель. У них есть предназначение у этого круга. И самое главное, что когда мы делаем для каждого круга какие-то цели и говорим о том, что они должны делать. Что они должны обслуживать клиента. Разработчики должны разрабатывать. Для чего они это делают. Вот очень важно, что эта цель, она всегда очень прозрачная. И каждый сотрудник понимает, что он на самом деле делает в компании. Я вот на следующем слайде могу прямо вот это проговорить. Можете прямо прочитать. Я такую секунд 10 сделаю паузу. Наверняка многие, это специально я взял не рабочую ситуацию, но я думаю, очень многие в своей работе сталкивались. Что они пришли в компанию, они работают. Бывают год, бывают два, бывают три. Но они правда не понимают, зачем они вообще работают. То есть, что вообще происходит. Ну вот как бы, для чего. Вот он пришел, он, например, пишет код, он, не знаю, делает что-то, продает. Он уборщица, еще кто-то. И мы зачастую не доносим до людей то, что они должны делать на самом деле для компании. Вот этот слайд, как раз таки, я так думаю, очень хорошо характеризует именно этот факт. И вот в холократии очень-очень огромную роль уделяется именно тому, что человек делает в компании. Это вот опять же было на этом слайде, на предыдущем. То есть, что, зачем он делает, какая его роль. И что он правда делает для компании, чтобы, не дай бог, в такую ситуацию не попасть. Теперь мы можем посмотреть на холократию, ту самую, с точки зрения директора. Вот в чем минус для директора. Ну вот есть разные там, да, вот такие тоже картинки я взял из интернета. То есть у директора, в буквальном смысле слова, начинают быть связаны руки. То есть вот я являюсь директором компании Кнопка, я больше не могу прийти и кого-то уволить. То есть я де юре могу это сделать, де факто нет. Это все решается внутри круга. То есть вот у меня есть там круг сервиса, там люди, сотрудники решают сами, с кем работать. А с кем не работать. Выполняет он свою цель в компании или не выполняет. То есть каждый из них может прийти, грубо говоря, на работу и узнать, что люди с ним теперь взаимодействовать не хотят. Сотрудник может прийти ко мне и сказать, меня выгоняют, сделать что-нибудь. А я не могу, я не имею права. Поэтому те, кто привык в компании заниматься тотальным контролем, им это будет очень-очень-очень сложно. То есть ты должен очень много проводить времени с сотрудниками и объяснять, зачем они это делают, почему они это делают, в чем их на самом деле цель, они будут с тобой еще и спорить. И в этом как раз таки есть смысл. Но когда ты с ними во всем поговорил, договорился, они начинают с тобой разговаривать на одном языке. Но самое главное, что ты должен им убедить. Ты не можешь прийти накричать, ты не можешь издать приказ, ты ничего этого сделать не можешь. Ты им должен рассказать, для чего. И тогда он начинает делать, и ты в это момент времени можешь его уже перестать контролировать. Он сам прекрасно знает, для чего он это делает. Обычно холократия внедряется на уже существующую структуру. Вертикальную, какую-то еще там, да. И самое страшное в ней, во внедрении этой холократии, заключается в том, что в этот момент люди себя ведут примерно вот таким образом, как на этой картинке. То есть их работа, вспоминаем, да, Байкал, слайд был с Байкалом. Их работа становится прозрачной. Их может уволить в том числе их коллега, выразить ему определенное недовольство, выразить то, как он относится к его работе. И скрываются те самые люди, которые ведут себя вот так, которые ничего не делают на самом деле, а сидят и каким-то кпи-ами занимаются или чем-то еще. Поэтому для сотрудников, которые являются потом холократией, вот эта вещь очень-очень хорошо, на мой взгляд, символизирует. И они уходят. То есть вот есть такая компания Запас, может быть, слышали про нее, она достаточно такая известная. Это тоже та из компаний, которая внедрила холократию. У них потери составили 30% от всего состава людей. То есть 30% сотрудников просто уволилось. Они сказали, что они хотят работать вот так, как на этой картинке. Они не хотят быть прозрачными, они не хотят быть счастливыми, они не хотят быть довольными. Казалось бы, да, то есть сотрудники что хотят, то и делают. Все происходит само по себе. Директор ничего не может, власти у него нет, уволить никого не может. А как контролировать? Такой хороший вопрос. На самом деле у каждого круга в компании есть метрики, про которые мы сейчас с вами и поговорим. Вот эта фотография нашего офиса, и вот там видно, три монитора висит. Я сейчас один из них покажу ближе. Смысл метрик в чем? Они прозрачны для всех. Вот я сейчас просто ее выведу вот таким вот образом. Тут есть опять же метрики стандартные. Скорость ответа, задержка, скорость обработки звонков, лайки и так далее. То есть мы, еще раз повторюсь, компания, которая обслуживает предпринимателей и ведет им бухгалтерию, и сопровождает периодическим услугам. И вот самое главное, что это все видно в каждый момент времени каждому сотруднику. То есть ты идешь, ты смотришь на эту метрику, и ты осознаешь, хорошо ты работаешь по сравнению с другими или нет. Вот такой вот еще слайд есть. То есть кажется, что их вроде как много. Можно там посчитать, что мы очень сильно контролируем, как-то очень жестко. Но самое главное, что ты этими метриками, давайте я еще раз вот так вот сделаю, вижу, многие их фотографируют. Ты этими метриками, ты можешь как раз таки смотреть и сравнивать себя с другим. То есть тебе не нужно получать втык от начальства, потому что начальства нет. Тебе не нужно что-то там Qt-KPI выполнять, хотя это в целом кажется, что Qt-KPI. Но ты сам на себя смотришь. Мы каждый день в полпятого вечера собираемся всей компанией и на эти метрики смотрим. Просто смотрим. Все. Вот, например, красным цветом, вот выделена четверка там, это плохая была поставлена оценка. То есть была поставлена, по-моему, тройка, я не помню уже, когда я делал этот скрин. И все смотрят и понимают. Да, было. И команда под названием Jam, она идет и думает, а что же было, а почему, как сделать так, чтобы она не была красной. То есть самое главное, абсолютная прозрачность. Холократия без метрик, она в принципе не работает. Их у нас сейчас еще больше и больше, они растут и растут. Тоже прочитаем такую вещь. Это очень хорошо характеризует как раз-таки метрики. Когда появляется какая-то плохая оценка, что-то еще. То есть очень важно сказать правду. Ну, примерно как на экране нарисовано. То есть правда очень важная штука. Когда ты сказал, что ты делал на самом деле, к тебе никто никогда не придирается. Вообще, кстати, можете обратить на себя внимание, что если вы начнете говорить правду хотя бы один день, это сложно, поверьте. Именно правду. Когда вам звонят кто-нибудь, посмотрите наше коммерческое предложение, вы такие, да, пришли мне в почту. А ты же в душе-то его послал на самом деле уже. Скажи ты ему правду. То есть мы все на самом деле ежедневно врем. Ну, везде, по-разному. По мелочи, где-то еще. Попробуйте, вот примерно какой-то объяснительный. Жизнь сразу же станет другой на самом деле. И холократия, и как раз метрики, они позволяют использовать вот такой инструмент именно честности. Это очень важная составляющая. И вот блок, на котором я, наверное, хотел бы больше всего остановиться, как раз он ближе к докладу. То есть вот как сделать так, чтобы именно сотрудники, приходя в компанию, они реально были счастливы. Чтобы они своим счастьем заражали клиентов, которых они обслуживают. Мы для этого придумали наши ценности. То есть именно ценности компании, по которым мы работаем. Эти ценности на самом деле, они разные. Вот опять же, можно это на слайде увидеть. Но из того, какие они, я думаю, можно понять, какая есть компания. Вот у нас есть таких 12 заповедей качественного сервиса, которые позволяют нам именно выстраивать классный сервис. То есть мы в первую очередь компания именно сервисная. Вот это реальная фотография трех наших разработчиков. То есть это не фотомонтаж, не что-то еще. Это реально три наших разработчика. Очень классных, очень здоровских. И вот первая ценность, которая у нас в компании есть, и которую знают все сотрудники, это обслуживать клиентов и гордиться этим. То есть на самом деле у нас, у всех в России, в частности, слово обслуживать зачастую имеет такой негативный поток. Ну как бы, что ты официант, обслуживаешь, а ты что-то еще. То есть обслуживание зачастую несет такой негативный оттенок и негативный характер. Вот мы как раз, когда принимаем людей, мы сразу проговариваем тот факт, что они будут именно обслуживать. Только за счет этого можно сделать сервис. И когда ты обслуживаешь клиентов, ты должен этим гордиться. Вот у нас, когда мы смотрим на первый слайд, вспомните, про круги. У нас в компании есть три вида людей. Те, кто обслуживают клиентов, те, кто привлекают клиентов, и те, кто обслуживают тех, кто обслуживает клиентов. Больше нет ни начальников, ни подчиненных. Ну про это мы уже говорили там. И самое главное слово – это обслуживать. Потому что мы все на самом деле из вас скучаем по хорошему сервису. Вот сейчас Турцию, может быть, вернут. Мы опять будем говорить, что классный сервис. Это в турецких отелях. Поэтому сервис и обслуживать – это очень важная штука. Вторая такая вещь – проявлять эмпатию и устанавливать эмоциональный контакт с клиентом. Одно из таких правил – это когда ты пишешь клиенту что-то, отвечаешь, подумай, хотел бы ты получить ответ такой же, будучи на той стороне. Я вот такой приведу пример. У нас очень много бухгалтеров. Бухгалтеры – это такой отдельный пласт людей. И с ними очень сложно. Это как разработчики. И они очень часто любят разговаривать терминами. Дорогой предприниматель, у тебя на 61-м счете задолженность. Какой 61-й счет? Какое сальдо 59-го счета? Что такое субконта? Они очень любят разговаривать вот этими терминами. В этот момент времени предприниматель с другой стороны экрана начинает нервничать. Он спросил, сколько ему налогов платить. А ему отвечают, дорогой, у тебя задолженность по субконту 69-го счета. Он еще раз говорит, уважаемый Мария Ивановна, сколько платить налогов? Ему отвечают опять терминами субконта. Поэтому очень важна такая вещь, связанная с эмоциями. Мы очень много над этим работаем. Как научить людей, общаясь в интерфейсе нашем, фактически это как именно чат-бот какой-то, популярные термины. Как эмоционировать и с клиентами общаться, с точки зрения эмоций и устанавливать с ними такой эмо-контакт. Третья такая вещь, третья ценность, про которую тоже хотелось бы проговорить, это устанавливать долгосрочные отношения. То есть вы все прекрасно знаете, что сегодня тоже в прошлом докладе упоминали, что бывает, что клиенты заходят медленнее, чем уходят. Вот для того, чтобы они заходили и оставались твоими клиентами до конца, нужно с ними устанавливать долгосрочные отношения. Но я думаю, тут понятно, про что имеется в виду. То есть думай о том, как ты сегодняшним поступком, сегодняшним поступком будешь, как твой поступок сегодня повлияет на его мнение о тебе завтра. Это очень важная вещь. Ну, такая фотография тоже на нашей команде. Это бухгалтеры и юристы. Казалось бы, быть командой… Что? Что они вместе. Ну, вот они вместе, да. Вот. Казалось бы, быть командой – избитая фраза. Да? Но опять же вспомните, что в этой команде нет начальника. И вот эта команда, она взаимодействует друг с другом. Они постоянно решают проблемы предпринимателя. Вот здесь есть бухгалтеры, на этой фотографии есть юристы, есть ассистенты. Они работают вместе. И у них прозрачно все, что происходит внутри. Каждый процесс с ними. На самом деле, быть командой – это очень-очень сложно. То есть, когда у тебя нет никого, кто придет к тебе и скажет, что тебе делать. Когда нет никого, который оценит тебя. То есть, вот вы вместе, вы все, здесь 11 человек, да, по-моему, или сколько, вот. Вы их видите, и вы поймите, что у них, ну, это просто, это даже не семья. В семье всегда есть папа, есть там сын. А здесь эти все люди взрослые абсолютно. То есть, они работают вместе, как команда. Также у нас в кнопке есть такая вещь, как традиции и ритуалы. Вот у нас есть там скрам-технологии, мы там работаем по аджайлу, какая-то разработка, что-то еще есть там, да. Очень важно то, что у нас в компании принято, это соблюдается вообще всеми. То есть, стендап, митинги, какие-то еще вещи. А вы можете не фотографировать, а потом их одним слайдом выведу все эти ценности, которые нужны. Очень важное соблюдение всех традиций и ритуалов. Смотреть такая вот еще штука, смотреть на опросы широко. Это тоже одна из наших ценностей. В чем она заключается, ну, я думаю, понятно, немножко по картинке. То есть, очень часто мы себе представляем, фантазируем далеко не то, что есть на самом деле. Я не знаю, правда, что там на этой картинке. Вот я не видел ее в оригинале без затушированного вида, да. Но, тем не менее, смотреть на опросы широко. Всем нам свойственна такая вещь, что мы смотрим только в той области, где мы знаем, где мы там, ну, либо профессионалы, либо мы, может быть, испорчены в какой-то части, да, если смотреть на эту картинку. Но вот смотри на опросы широко, да. Вот как? Вот что это такое? То есть, ты думай о том, какой бизнес у клиента. Я вам приведу такой пример. Есть такой банк Революта американский. Знаете, может быть, нет? Слышали кто-то про него? Американский банк Революта. У них есть в России отделение свое, они сейчас пытаются здесь запускаться, такой американский стартап банк. Это наш клиент. И однажды он пишет нашему бухгалтеру вопрос. Добрый день, я получил кооперативную карту. Как мне ей рассчитываться? Какие документы нужно предоставлять по кооперативной карте? Что делает бухгалтер? Она ему пишет, что-то не на формате листа А4. Если вы пришли в розничный магазин и купили по кооперативной карте что-то, то вам нужно там товарный чек, фискальный чек и что-то еще. И вот она ему прямо перечисляет вот все от и до, вплоть до покупки строя материалов по кооперативной карте. И даже не посмотрела на то, что это американский банк, который строя материалы точно покупать не будет. Я говорю, спроси у клиента, тебе зачем корпоративную карту использовать? А у меня грузчики будут перевозить мебель в офисе, мне надо с ними рассчитаться. Понимаете? То есть мы очень часто думаем, что мы такие умные, мы что-то отдаем, но широко на вопросы мы не посмотрели. То есть очень важно смотреть целиком на бизнес клиента и понимать, а что на самом деле у него происходит. Такая вот тоже еще ценность решать вопросы близко к источнику. Вот есть команда, про которую мы говорили, да? Вот предположим, у клиента есть какая-то проблема или какая-то задача. Команда прекрасно знает, как и что там произошло, в чем проблема. Но они могут прибежать ко мне и сказать, Андрей, помоги. В это время я им говорю, еще раз придете, я вас уволю. Потому что именно вы знаете, в чем проблема с клиентом. Именно вы знаете, что произошло там. Именно вы, если находитесь прямо у корня проблемы, вы должны это решать. Нельзя скалировать задачу наверх. То есть нет такого. То есть любого уровня проблема с любым клиентом, любая рабочая задача решается тем человеком, на которого она пришла. Это очень важная штука, что именно ты увидел проблему, ты ее и решай. Ты не можешь никуда побежать за помощью. Это очень хорошо, поверьте, работает. Есть вот такая еще ценность, которая, это уже скоро не закончится, доверять решениям друг друга. Вот здесь как бы, опять же, есть сотрудник ваш, он что-то сделал. Он прекрасно понимает, что он делает. Можете вы ему доверить или нет, его решение. Почему-то нет. Почему-то далеко не всегда, например, даже я готов довериться ему. А ведь он умный. Он, например, там написал код, он был программистом, он был разработчиком или там дизайнером. Доверься ему, сделай ему что-то. Есть у этой штуки вторая медаль, когда мы рассказываем про это нашим новеньким сотрудникам. Я говорю, если я как директор какое-то решение принял, то я, наверное, принял это решение не зря. Просто доверься мне и продолжай выполнять свою работу. Поэтому доверять решениям друг друга это очень важная вещь. Следующее. Делать большее меньшими средствами. Тоже мы наверняка все с этим сталкивались, да? То есть нам всем всегда хочется взять миллион рублей, провести мероприятие в Сколково в Московской школе управления, может быть, три миллиона рублей, а может сделать это все гораздо дешевле, гораздо менее пафосно. Может быть, не летать бизнес-классом, полететь эконом-классом, да? Вот такие они простые казалось бы ценности, но они очень сильно, когда ты сотрудниками проговариваешь, они на них влияют. То есть реально делай больше, трать меньше. Слово фидбэк же все понимают? Все знают, да? Согласитесь, что это сложно? Есть еще такая поговорка, да? Приходит к тебе кто-нибудь и спрашивает, дай мне фидбэк, дай мне фидбэк. Ой! То есть тебе расскажут то, что, соответственно, ты даже никогда и не слышал и боялся себя услышать. Но нужно уметь его давать и принимать этот фидбэк без обид, без каких-то слез, без чего-то еще. Мы, когда внедряли эти ценности, к нам в кабинет приходили девочки-бухгалтеры, у нас стояла дежурная бутылка воды и из салфеточки вытирать слезы. То есть, мы людей учили принимать фидбэк. Все люди же обижаются, тебе говорят, что ты плохой сотрудник в чем-то, в конкретном. Он начинает реветь. Это же для сотрудников всего лишь точка роста и не более чем. Это тоже нужно уметь делать. И вот такая ценность, казалось бы, тоже простая. Быть профессионалом. Мы же все с вами профессионалы в своей роли. В чем-то. Кто-то хороший менеджер, которых, например, у нас нет. Кто-то хороший бухгалтер, кто-то хороший программист. Быть профессионалом это очень важно. Не надо стремиться по карьерной лестнице никуда. Будь профессионалом. Это тебе, соответственно, зачтется. И последний слайд. И последняя ценность расти вместе с компанией. Опять же, очень много мы сталкивались у себя в компании, когда было 10 человек, 20 человек, 30. У нас была такая история, когда люди блокировали какие-либо решения. То есть компания растет, компания необходимо меняться, но они не готовы. Компания растет, сотрудники говорят, ребята, мы не хотим ломать то, что мы сделали. Это же наша заслуга. Не ломайте, пожалуйста. Мы говорим, у нас есть ценности, расти вместе с компанией. Если нужно переформировать, что-то сломать, построить новое, делаем. И вот смотрите, вот эти ценности, вот их можете там фотографировать. Я их все вывел на самом деле на один слайд. Вот у нас в кнопке как раз таки процедура увольнения приема сотрудников происходит только в том случае, если нарушается какая-либо из этих ценностей. Они хоть и выглядят реально как какие-то заповеди, что-то еще, здесь нет ничего сложного, но это единственное, на чем строится управление компанией. То есть если ты не соответствуешь этим ценностям, то ты не можешь работать в кнопке. В принципе. Мы когда принимаем людей, мы полностью, вот я рассказываю людям про ценности часа три. Ну то есть мы сидим, разбираем из них каждого с примерами, как это происходит, зачем происходит, все. Потом, когда мы сотрудника увольняем, мы ему говорим за что. И это всегда написано по одному из пунктов этого экрана. Это не будет работать без холократии, это не работает без метрик, потому что опять же нужно же иметь еще какие-то какие-то объективные оценки. Вот эта вот вещь, которая позволяет нам делать так, что люди у нас работают по 18 часов. По 18. У нас есть в офисе, мы даже ночевать, они ночуют, они работают, они счастливы, они кайфуют и радуются. Вот именно благодаря вот этим вот вещам. На самом деле, как бы доклад, наверное, получился у меня такой, может быть, в чем-то даже сложный, но правда, эту тему очень тяжело уложить в полчаса, потому что реально я рассказываю обычно день. у меня вот уходит на вот это все, именно день. У нас есть процедура онбординга для новичков, когда мы тратим почти неделю на ввод их в компанию, и на это уходит реально день. Поэтому кому интересно, как мы нанимаем людей, которые подходят этим ценностям, про то, как люди потом к этому относятся, что они рассказывают своим семьям после работы в нашей компании. Можете подходить, сейчас будет кофебрейк, самая долгожданная. И будет все. Всем спасибо. Спасибо большое. Давайте, у нас есть несколько вопросов. Вот спрашивают, вы ответили часть, как сделать счастливым клиента, но непонятно, как вы делаете счастливыми сотрудников. Что для вас их счастье, как вы им его организовываете? Это вот ценности? Это ценности, но, наверное, давайте я просто добавлю, что я не сказал. У нас, например, нет понятия испытательного срока. То есть, в принципе, мы говорим сотруднику. То есть, ты в компанию пришел, мы тебя приняли, почему мы тебя должны еще испытывать три месяца? Непонятно. У нас нет таких вещей, как лишение зарплаты, лишение премии, что-то еще. То есть, мы на собеседовании сразу же спрашиваем, тебе сколько? 40. Окей. Все. И эта зарплата у него потом только может расти. То есть, мы никогда ее не лишаем, ничего с ним не делаем. У нас нет понятия рабочего графика дня. То есть, ты можешь приходить и уходить во сколько ты хочешь. Самое главное, чтобы от клиентов не было никакого негатива о том, что какие-то задачи не сделаны. У нас есть возможность работать из дома. У нас бывает так, что в два часа дня ты можешь кого-то остановить в коридоре. Вот у меня, помню, был такой случай. Я говорю, «Маш, куда идешь?» На антицеллюлитный массаж. Все. И она ушла. И это нормально. То есть, у нас, естественно, есть там все эти холодильники с едой, у нас там живет кот в офисе, кальяны стоят, качели, и так далее, и так далее. То есть, можно за рабочим столом курить кальян, и это входит в стоимость, грубо говоря. Поэтому, так у нас и происходит. Ответил на вопрос? Есть еще один вопрос. Как рассчитывается зарплата сотрудников? Одна на весь круг? Мы сейчас идем к тому, чтобы, опять же, у холократии есть крайняя стадия, когда считается, что она внедрена. Зарплаты всех знают все. То есть, висит экселевская табличка, просто, и написано, зарплата всех, включая меня и уборщицы. И все знают, кто сколько получает. То есть, там нет зарплаты на круг, на что-то еще, но должна быть такая вот табличка, где все знают, почему у кого-то произошел рост зарплаты, а у кого-то не произошел. Я уже говорю, что она не уменьшается, не падает, но она прозрачна. Мы пока еще к этому не пришли. Я не знаю, что-то я пока, наверное, не сильно готов открывать. Ну, приду, наверное, к этому через полгода. Мы хотим именно сделать так, что зарплаты знают все. Все друг друга. Все очень прозрачно, и все. Андрей, спасибо большое.